и резонирует как давай и прям оттуда ехать вот он поет он прям поет даже не подключившись всем привет с вами denis вы на канале салон право часто в наших обзорах мы говорим о теплом ламповом звуки разбирая различную акустику и советую к ней ламповые усилители а вот как раз про ламповые усилители мы говорим к сожалению не часто решили потихоньку исправляться и для этого взяли интересную модель во первых от датского производителя заслуженного полюбившись и многим пользователям и главные модели удачная которая тоже полюбилась многим очень интересный ламповый интегральный усилитель copland 100 405 а почему его потому что он во первых объединяет себе идеологию компании copland по построению именно ламповых усилителей во вторых он очень интересен он достаточно просто для того чтобы войти в мир лампового теплого звука ну то есть это хороший интегрированный усилитель и об этом мы и расскажем если посмотреть на внешность данного аппарата сразу и непонятно что это ламповый интегрированный усилитель спереди достаточно минималистичная передняя панель два селектора отвечающие один за громкость а второй за выбор входов дисплея нету есть цветовая индикация которая собственно показывает нам нужную информацию до две кнопки в общем то лаконично но массивно железно но и минималистично дальше аппарат закрыт металлическим кожухом а сквозь перфорацию можно рассмотреть внутренности и вот там же увидеть собственно лампы перед тем как мы перейдем к внутренности скажу о самом решении это с одной стороны и плюс потому что аппарат выглядит лаконично его легче поставить на тумбу и так далее и лампы защищены особенно от механического воздействия но это же и минус потому что такое решение заставляет придумывать охлаждение естественно лампы греются их надо охлаждать здесь встроен малошумящий вентилятор он низкооборотный на 2000 оборотов и звук его не превышает 16 децибел то есть принципе услышать его во время работы да не получится сложно но это и минус да он малошумящий он низкооборотистый но это все равно механическое устройство которое может воздействовать на лампу во вторых он может выйти строя ничего с этим не сделать любой механическое устройство может выходить из строя особенно если это кулер через несколько лет так что его желательно бы иногда и чистить но это и поле для экспериментов его можно заменить на другой более качественный кулер который будет чуть подороже но гречит не о больших деньгах там 1 2 тысячи это я вам по опыту наших инсталляторов говорю естественно здесь же в конструкции применяется и радиатор для охлаждения то есть вот закрыли кожухом и пришлось добавлять дополнительные элементы плюсы минусы конструкции но сделали так и это в принципе неплохо но имеет свои нюансы а вот на чем построен данный аппарат к этому мы и перейдем как и в предыдущей модели на выходных каскадах у нас пара к т 120 интересно лично меня тут предоставляет плата который находится у задней стенки она объединяет себе и фонокорректор и предварительный усилитель такой вывод можно легко сделать даже по надписям на шлейфом которые идут к регулятору громкости на ней расположены пара 12 x 7 е аж и пара 6922 е аж все от электр гармоникс последний лампа кстати является достаточно близким аналогом 12 x 7 которые часто очень являются излюбленным выбором производителей как предусилителей так и фонокорректоров так и усилители для наушников и честно я вам не скажу какая пара ламп отвечает за предусиление а какая собственно за фонокорректор но впрочем это и не так важно я лучше расскажу по использованию платы фонокорректора в данном усилителе он ведь действительно неплох стоит отметить что для работы с мм головками на проигрывателях винила сопоставимой стоимостью данного аппарата фонокорректор показывает себя прекрасно и задумываться о внешнем отдельно фонокорректоре вам не придется это проверено эмпирическим путем много раз ставили подключали к разной акустике с разными проигрывателями винила и он действительно ведет себя отлично хороший музыкальный фонокорректор но стоит же отметить что с головками с низким выходом из эмси головками он конечно не годится то есть если вы будете использовать эмси головки то лучше посмотреть на сторону внешнего фонокорректора что там дальше а дальше стоит заметить что он на комплектующих не экономили на основной плате расположен мощный тридеральный трансформатор на 290 вольт ампер от компании на ротел а что у нас там секция конечного усиления собственно она состоит из двойного триода 12 а x 7 и аж он же собственно обслуживает оба канала пары драйверов фазоинвекторов 12 б аж 7 а я аж у них более толстое стекло и следовательно уменьшен микрофонный эффект а также у нас там квартет лучевых тетрадов кт-120 от танк сол собственно что можно сказать по данному набору это не сказать что самый необычный набор ламп но и не сказать что самый распространенный то есть тут явно шла инженерная работа по подбору и по сочетанию определенных элементов и определенные конструкторское видение инженеров компании copland и очевидно что серьезная инженерная работа привела к такому вот подбору компонентов в целом по схемотехнике очень интересное устройство настоящего ламповый интегрированный усилитель собственно по разъемам сзади тоже можно понять о его коммутационных возможностях для коммутации входа кстати используется швейцарской галле axi com здесь у нас собственно классический набор входов выходов собственно здесь у нас аналоговые входа выхода можно подключать любые внешние устройства сиди радио и так далее отдельный вход на фонокорректор вход для собственно кабеля питания интересно здесь про клеммы рассказать их тут собственно 6 для подключения 8-омной акустики и 4-омной акустики но если посмотреть внизу то надпись нам ярко говорит о том что выходы инвертированные что имеется ввиду то есть опять же на практике это заметно то есть если возьмем классический акустический кабель на котором там маркировка черный и красный то красный мы вставим в черный разъем а черный в красный и это заметно на звуке как это странно бы не звучало вот вам кстати и поле для экспериментов попробуйте как-нибудь сами это сделать на данном аппарате и услышите разницу собственно к звучанию то аппарата надо и переходить и вот тут удивление для меня лично в том что во первых здесь нет жанровости да это ламповый аппарат и определенный ламповый окрас его звучание присутствует но не такой яркий и не такой мощный как вот обычно привыкаешь как ждешь от него изначально во первых этот аппарат действительно мультижанровый то есть это конечно на нем будет прекрасно играть джаз вокал классический арт рок или просто классический американский рок да и в принципе музыка 70-х но на нем же очень убедительно звучит симфонический оркестр тонкие нюансы и масштабность звучания все это сплетается воедино в один музыкальный материал и очень очень даже впечатляет при этом акустика тоже может быть любая я не буду к нему советовать определенную акустику конечно можно подключить вот jbl 100 который у нас были на по обзоре или хереси 4 и звучит он с ними отлично вообще он хорошо звучит именно с бумажными диффузорами но и любая другая даже более классическая или наоборот более современная акустика с ним будет работать очень убедительно поле для экспериментов обширная звука аппарата мощный напористый внежанровый при этом с теплым очень приятным окрасом которую между прочим не перегибает палку то есть это хороший усилитель для получения удовольствия от любимых композиций в любом случае надо слушать самому целом отличный аппарат в своем ценовом сегменте для тех кто хочет погрузиться в ламповый звук но этого немножко побаивается не бойтесь посмотрите обратите на него внимание и получайте удовольствие на этом у меня все с вами был денис канал sound pro lab подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока всего доброго